привет хочу пообщаться как всегда с чаем в этот раз я был в любимом моим чайном магазине вот там не меня угостили фуэром я как-то ну не скажу что его пью постоянно пар ну вот так вышло угостили меня и он был очень вкусный знаете похож на какой-то там очень много было вкусов вот этот такой он чуть ли не вязкий был вот и наполненный вкусами и недалекие какие-то издалека идут очень интересно я люблю какие-то смоленистые такие древес ну-ка разные вкусы ну и ребята мне объяснили как они что они вот заваривают его я думаю заварил конечно опять же по-своему как-то там по уродски но в какой-то вот но вот взял с собой вот это вот знаете армуда это вот такая как опять же я не знаю может это не то смотрите какой он смотрите классно да я сейчас на велике катался я ездил по шоссе здесь в лесу шоссе и и даже грибы собрал какие-то хочу с вами поделиться знаете ну как-то загадочно все это йога практика такие знаете какие слова далекие и знаете так как то типа но недоступно что-то такое какое-то что-то такой прямо ой 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 а я думаю что и вообще то есть что реально со мной происходит вот каждый день каждый день я очень люблю это время есть время вам об этом рассказываю как будто хвастаюсь что со мной собственно еще недавно я в питере пришел в одну студию йоги мне хорошие люди туда посоветовали ну чтобы там преподавать вот и ну и они спрашивают а чего собственно за йога то но у тебя вот что там говоришь какие-то сложные вещи книги называешь своего учителя у которого ты столько лет занимал здорово а что ты даешь что ну вот ну просто людям люди же заняты чем-то своим работают что-то ну прекрасное делают у них свои какие-то увлечения и свои йоги какие-то так далее вот и у меня ну как будто знаете как крякнул я как будто я говорю на глубокое расслабление но опять же но я же говорю только за себя правильно я же но кто я такой там я вот у меня глубокое расслабление что это такое потому что же загадочное какая-то знаете то есть не йога слова вообще фиг поймет что это ну я например же как бы не взялся вот и еще глубокое расслабление бог что мы еще еще и дальше куда-то я вот пытаюсь попытаюсь там уж как у меня выйдет потому что я могу давать вам вот людям делиться то есть вот в такой ситуации знаете когда но не совладать как-то жизнью когда раз разлад какой-то какая-то знаете такая вроде и жизнь прекрасная а как-то лихо не справляешься и как-то вот ну я все время вот это про эти картины пикассо где сдвинутые вот эти вот абстрактные души так вот тела ткань такая сдвинутая вот но когда психика прямо пляшет вот как-то знаете такое как будто не остановиться вообще не понятно что происходит какое-то все не так все не то раздражение так далее ну не знаю много здесь очень много всего можно наговорить там это опять же молчу значит и вот мы мы вместе двоем вот я просто суфлирую я не какой-то учитель великие я суфлирую просто я очень долго в этом живу и много уже с людьми вот так вот прошел с хорошими так здорово разные люди разные ну чем интересно это и мы вместе что пытаемся сделать что такое глубоко расслабиться ну вот для меня опять же я же и жене этим и логическая как беседа правильно я думаю я могу даже сказать вообще другое значит слово вот а для меня что это то есть это когда ты но я метафорически попробую а потом будем как-то разжевывать вот ну опять же что для меня ну то есть метафорически это я вхожу когда в практику у меня есть какие-то какие-то мысли которые меня в общем то я они меня прямо мною владеют отношения с человеком с каким-то с людьми ну что-то что-то такое вот во мне меня как-то не дает мне просто наслаждаться просто вот без слов без названий быть вот в этом удивительном мире удивительном совершенно мере и здесь удивительный мир и в центре москвы и в питера в любой точке планеты удивительный совершенно мир вот и что такое глубокое расслабление это когда мы учимся как как вот как будто шестимесячный как мне понравилось гребенщиков сказал что вот шестимесячном возрасте ребенок не ну как бы не он не не знает что это он смотрит и он не видит дерево он видит что-то вот ну он просто видит и мне это очень понравилось ну это близко мне я ну когда слышу же то что твое как бы близко и вот мы собственно говоря учимся к шаг за шагом спокойно отпускать вот эти вот вот это знание вот это это дерево вот эту привязанность такую причем отпускать не пофигу не то что дерево там да вообще спилить чего хочешь а наоборот вот смотришь и все и не некрасиво не дерево а ты живешь этим просто вот и вот это вот вы смотрите вот она дерево вот вот она и ну чего зачем просто ты и ты мы разными методами и они очень простые такие какие-то сермяжные деревенские такие методы вот виктор сергеевич мне как-то их так из рук в руки из ладошки в ладошку так передал я естественно по-своему как-то это у меня же другая какая-то и структура и психика конституция но все другое но в какой-то конечно степени пересечения большое но ценности близки вот я как-то по-своему как я как мне это раскрылась я передаю с вами вместе иду и вы постепенно как будто из рук выпускаете вот эти вот из ткани и вот этих всех выпускаете вот эту вот какую-то сжатость вот нет не отпущу не 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 вот только так вот уперся в этот камень и вот это нет нет вот эта проблема я вот ее сейчас столкну или нет ее уже не столкнуть и вообще жизни не мило там и но это я уже какие-то я в деревне и живу сейчас поэтому начал какие-то вот понимаете то есть это такой это что-то такое вот именно отпускание отпуска глубокое отпускание расслабление когда ты вот в уходишь в эту тишину и вот то что она переносится действительно это не эзотерическое чудо это просто на ну какая-то физиологическая особенность человека что здесь вот когда ты спокойно ничего не желая не не сравнивая не напирая просто вот находишься там тишина и как ни странного для меня у меня там нет помойки какой-то и нет авгиев конюшина они как-то то ли растащились вообще ничего нет там такое спокойствие тишина и нет тревоги и те вот эти мысли которые знаете вот прямо на входе в практику они казались очень важными и вообще просто но никак не совладать они как-то знаете как так как узлы так развязываются и вот это и есть расслабление ты как будто расслабляешь вот этот узелок знаете такой ну и вот мы это делаем и люди ну я вижу но это здорово они даже в очень тяжелых ситуациях совсем тупиковых таких ну которые вот по классике по являются совсем прямо как-то вот они дыхание кислород какой-то появляется появляется взгляд и над камнем они над этим в которую перлись так и в и так раз 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 и вроде бы вот она вот сияние пошло вот будем потихонечку разбираться с вами но счастливо приходите практикуйте ребят